Стояла осень 1977 года. Ленинград почти опустел от сезонных туристов, но указ в агентствах по продаже железнодорожных и авиабилетов, как и летом, выстраивались длинные очереди. В одном из таких пунктов на канале Грибоедова к окошечку наклонился очередной покупатель и попросил один билет на архангельский поезд до города Мерной. Кассирша ответила, что такой станции нет. Покупатель начал возражать. Мол, как это нет? У него сын там служит. Ракеты в космос запускает. Затем потенциальный пассажир достал из кармана конверт и потряс им перед окошком. Обратный адрес – Архангельская область, город Мерной. Кассирша настаивала, что такого просто не может быть. А стоящие в очереди люди начали в недоумении пожимать плечами. Через несколько минут в пункт продажи билетов вошли двое мужчин в одинаковых темно-серых костюмах. Они взяли пристававшего к кассиру человека под руки, вывели на улицу, посадили в автомобиль «Волга». После чего машина буквально сорвалась с места и скрылась за поворотом. Неожиданная развязка спора у кассы взбудоражила очередь, где еще долго судачили о некоем таинственном северном городе, откуда запускают в космос ракеты. 17 марта 1966 года жители деревень Пинежского, Каргопольского и Холмогорского районов Архангельской области наблюдали в небе странное атмосферное явление, которое сопровождалось страшным грохотом. Очевидцы описывали увиденное по-разному, но несмотря на расхождение в деталях, общая картина небесного происшествия в рассказах людей имела схожие черты. Разрезая тучи, вверх поднималось нечто большое и яркое, а потом от этого нечто отделился кусок, который резко пошел на снижение. Наиболее зоркие разглядели даже сноп огня, исходящий от неопознанного летающего объекта. Некоторые очевидцы отправились в сельсоветы и районное отделение милиции, чтобы заявить о странном происшествии. Там только развели руками, но решили позвонить в областной центр на всякий случай. В Архангельске сообщение об НЛО назвали бредом и посчитали свидетельство местных жителей массовым проявлением галлюцинации и мерячения, то есть странного психосоматического заболевания, присущего для данного региона русского севера. Здесь испокон веков происходило много загадочного и непонятного. При этом в некоторых глухих уголках до сих пор бытуют традиции шаманизма. А исследователи уже много лет безуспешно пытаются приподнять завесу тайны над древней историей края. Это место, оно, в общем, такое в некотором смысле сакральное, потому что находится рядом с территорией или на территории, где когда-то население Гипербореи переходило на нынешний, вот, так сказать, материк. Это территория нашей далекой-далекой прародины, очень далекой. Здесь очень много необычных, с одной стороны, геологических структур, а с другой стороны, останков, ну, каких-то, как мы называем, языческих памятников. Курганы, которые, как оказывается, пирамиды, спирали, как оказывается, так сказать, для исполнения различных мистических обрядов с целью, там, какой-то, так сказать, да, подземной коммуникации, пещеры. Нельзя сказать, что местных жителей устроили объяснение чиновников из областного центра. Тем более, что увиденное 17 марта 1966 года необычное явление в небе не оказалось единственным. Что-то похожее происходило и раньше, а такое совсем яркое и громкое смутило всех окончательно. При этом у многих очевидцев уже не было никакого сомнения в том, что эти объекты искусственного происхождения. Только какого? Земного или инопланетного? А тут еще стали поступать похожие сигналы совсем из других мест и от людей, которых нельзя обвинить в отсутствии здравого смысла, хотя бы в силу их профессиональной подготовки. Полгода спустя о загадочном видении в небе сообщил пилот пассажирского самолета компании «Аэрофлот», когда борт готовился к посадке в подмосковном аэропорту Шереметьево. При докладе на разборе полета летчик доложил. В 23.45 по московскому времени при заходе на взлетно-посадочную полосу наблюдали необычное явление. Огненная точка поднялась над горизонтом. Некоторое время летела параллельно нашему курсу, затем резко ушла вверх. В тот же день и точно в такое же время странное явление в ночном небе наблюдали ученые-физики, которые находились на рыбалке в Шатуре. Это тоже Московская область. Около полуночи, как они описывают события, на северо-востоке над горизонтом двигалось что-то необычное. Из светящейся точки исходило пламя. Представить себе, что это летающая тарелка, физикам было невдомерк. Явление напоминало пуск космической ракеты. Но увидеть такое в Подмосковье невозможно. Единственный космодром в Советском Союзе находился в Байконуре, а это Казахстан, Средняя Азия и до Москвы более 2,5 тысяч километров. Само собой разумеется, что точно такое же явление, но только совсем рядом, практически над головами, было замечено и жителями центральных районов Архангельской области. И они вновь стали обращаться к местным властям, заявляя о своем беспокойстве по этому поводу. Тем более, что случаи, очень похожие на какие-то эксперименты, и, по всей видимости, связанные с чем-то космическим, стали происходить все чаще и чаще. Условно, во времена Леонида Ильича Брежнева, конечно, позже, чем 50-е годы. Но просто количество таких сообщений настолько возросло, что пришлось представителю специальных органов этим реально, конкретно заниматься. Возглавить определенную группу аналитическую, которая, значит, сверяла и имела право получать информацию и о пусках, и анализировать некие свидетельства. Безусловно, компетентные органы серьезно забеспокоились с появившимися слухами о неких загадочных объектах в небе. Заставить молчать случайных очевидцев было чрезвычайно трудно. Если где-то на севере начал функционировать некий таинственный космодром, то над режимом его секретности могла нависнуть серьезная опасность. И основной источник такой опасности – те самые распространяемые очевидцами рассказы о необычных явлениях в небе. Не зря в годы Холодной войны очень популярной была поговорка «Болтун – находка для шпиона». Известно, что спецслужбы зарубежных государств целенаправленно собирали и анализировали самые разнообразные слухи, проявляя особый интерес к сообщениям о загадочных и таинственных происшествиях в российской глубинке. Например, к ярким вспышкам над горизонтом, сопровождаемым жутким грохотом, к стремительным перемещениям в небе странных объектов, необъяснимым атмосферным аномалиям. Неподготовленный человек однозначно воспринимает это как нечто необычное. Естественно, об этом стремится рассказать. И вот эта информация распространяется в виде слухов, причем приукрашается все время, приукрашивается, обрастает какими-то подробностями. К этим неподготовленным людям, как ни странно, относятся и летчики гражданской авиации, и даже боевые летчики, которые просто по своим инструкциям не посвящены в дела космодрома. Это продолжалось, кстати говоря, и в 80-х годах, и в 90-х даже. Интересно, что когда создавался первый в Советском Союзе и мире космодром Байконур, для того, чтобы ввести в заблуждение иностранную разведку, одновременно с настоящим объектом начали возводить ложный. Место для фиктивного космодрома выбрали рядом с горным хребтом Алатау. Туда в 50-х годах прошлого столетия завезли доски и бревна, и из них стали строить макеты стартовых устройств. Иностранные спецслужбы быстро сообразили, в чем дело, и интерес к деревянному космодрому потеряли. Несмотря на это, объект считался секретным и строго охранялся до начала 70-х годов. Настоящий же Байконур еще долго был надежно сокрыт от глаз шпионов. Городок, где жил обслуживающий персонал космодрома, находился примерно в километре от железной дороги, но о нем даже не подозревали пассажиры, проносящихся мимо поездов. Расписание было составлено так, чтобы все составы проходили ночью. При этом жителям города было категорически запрещено зажигать в квартирах свет в темное время суток. Такой режим секретности создавался нашими спецслужбами неспроста. До того, как Байконур стал космическим портом, там была развернута первая в стране дивизия межконтинентальных баллистических ракет Р-7 с ядерными боеколовками. Сначала шли интенсивные испытания, а потом ракеты поставили на боевое дежурство. За данные о месте базирования дивизии, рискуя всем, чем только можно, охотилась иностранная и прежде всего американская разведка. Однако все шпионские страсти так же быстро потухли, как и разгорелись. Эти все страсти, они начались тогда, когда запуски на Байконуре практически три года уже как не велись. То есть все изделия Р-7, наши ракеты королевские, они уже в количестве достаточно большого, несколько тысяч штук уже были отстреляны к тому времени. И в 60-м году, когда знаменитый полет Пауэрсу состоялся, и Хрущеву на Красной площади об этом, на трибуне Мозолея об этом доложили, то Пауэрсу, честно говоря, уже там нечего было смотреть и высматривать точнее, потому что все уже в Байконуре боевое было отстрелено. Байконур становился гражданским объектом. Интересный факт. Дивизия межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками в Байконуре в один момент была свернута и исчезла. Когда это произошло? Есть только догадки. Еще большей тайной оказалось место новой дислокации. Аналитики Центрального разведывательного управления США оказались в полной растерянности. Не было никаких намеков даже хоть на какую-то территорию. А ракеты тем временем уже стояли на боевом дежурстве. Но где? За три года до провокационного полета американского самолета-шпиона над Казахстаном и Уралом, а точнее в январе 1957 года, вышло совершенно секретное постановление Совета Министров СССР. Речь шла о создании специальной базы для первого в нашей стране соединения боевых межконтинентальных баллистических ракет. При этом Байконур рассматривался только как испытательный полигон, а не постоянное место дислокации. Главной же боевой площадкой для дивизии ракетчиков был выбран глухой северный район Архангельской области вдоль берегов реки Ямца, недалеко от железнодорожной станции Плесецк. Значит, чтобы найти такую гигантскую площадку, надо просчитать экономически. Это подвоз всего. От топлива до людей. Подвоз продуктов, подвоз какой-то техники. Поэтому это очень сложно. Это кажется, что у нас необъятные просторы, а вот просто вот выбрали. Не просто выбрали. Это в течение трех или четырех лет выбирали это место. Место для будущего стратегического объекта действительно выбирали с особой тщательностью. Скальные грунты, высокие обрывистые берега реки Ямца позволяли существенно снизить объем земляных работ и, следовательно, сократить сроки строительства. Выбранная площадка отвечала всем требованиям военных. В частности, густая непроходимая тайга и многочисленные озера, болотные топи и низкая облачность в этом северном крае облегчала маскировку данного объекта, стратегически важного для обороны всей страны. Еще один интересный момент. В выборе северного края для обустройства здесь сверхсекретной ракетной базы присутствовала немаловажная тактическая хитрость. Она касалась зоны проведения испытательных полетов. Для того, чтобы испытания держать в полной тайне, важно, чтобы никакие радиометрические и телеметрические комплексы потенциального противника не смогли засечь не только пуск, но и траекторию полета ракеты. По этому поводу военные провели самые тщательные математические расчеты. Весь полет боевых блоков, там, допустим, экспериментальные какие-то, головные части, там, ступени последние, они где-то в районе Камчатки приземляются. И по дороге, если даже они собьются в курс, или если дальность, так сказать, меньше, это, в общем, такие труднопроходимые места, где особо свидетелей-то и нет. Он так специально был построен. Хотя с точки зрения, между прочим, энергетики, вот если говорить о космических запусках, он не выгоден. Чем ближе к экватору, тем, так сказать, энергии требуется меньше для вывода, там, на орбиту чего-то. Новый сверхсекретный ракетный объект в Архангельской области получил шифр «Ангара». Это тоже своеобразная маскировка. Кстати, степной Байконур также имел свое зашифрованное название – «Тайга». Если происходила утечка информации об этих объектах, то такие, образно говоря, неправильные топонимические названия просто сбивали с толку иностранные спецслужбы. Наступил 1959 год. Приблизительно тот период времени, когда первый дивизион баллистических ракет с ядерной начинкой мог неожиданно исчезнуть с космодрома Байконур. Значит ли это, что он в режиме строжайшей тайны переброшен на только что построенный объект «Ангара»? Примерно в то же время жители нескольких центральных районов Архангельской области начинают наблюдать странные явления в небе. Некоторые принимают их с испугу за «Гары Господни», а наиболее продвинутые – за инопланетные объекты. Есть предположение, что печально знаменитая группа туристов Дятлова, которая отправилась в поход по Северному Уралу, также столкнулась с этим странным явлением. Вполне вероятно, что люди погибли из-за того, что стали свидетелями упавшей на их палаточный лагерь части секретной ракеты, запущенной из Архангельской области. Роковым для группы туристов Дятлова из Свердловского политеха, которые там оказались, и которые, в общем-то, видимо, скорее всего, пали жертвой некой зачистки, которую проводили советские соответствующие органы по месту падения вот этих обломков. Действительно, чтобы сохранить втайне деятельность важнейшего стратегического объекта, компетентные органы вполне могли идти на крайние меры. Однако версия о том, что группа туристов, на которых свалилось что-то очень секретное, могла стать жертвой зачистки какого-то спецназа, подтверждений не имеет. Кстати, о том, что соединение межконтинентальных ядерных ракет Р-7 находилось на боевом дежурстве в Архангельской тайге, заговорили в открытую только в 90-х годах. А до этого для граждан СССР сенсационным откровением стала публикация научного обозревателя главной партийной газеты страны «Правда» Владимира Губарева. Статья с названием «Место старта Плесецк» была напечатана 20 июня 1983 года и рассказывала о суровых буднях удивительного и никому неизвестного ранее северного космического порта страны. При этом засекреченный космодром уже 20 лет, как запускал на орбиту Земли спутники, в основном военного назначения. Интересно, что до появления этого газетного материала даже жители Архангельской области не подозревали, что у нас в стране существует другой космодром, кроме ранее раскрытого Байконура. У нас секретилось практически все, это была добрая традиция со времен еще, ну, даже не Сталина, а даже еще со времен Владимира Ленина. То есть тогда уже все это закручивались, гайки и становилось секретным практически половина Советского Союза. Однако вернемся к 17 марту 1966 года, когда жители деревень Пинежского, Каргопольского и Холмогорского районов Архангельской области наблюдали в небе странное атмосферное явление, которое сопровождалось страшным грохотом. Это явление отличалось от других, которые очевидцы наблюдали до этого. Яркий объект поднимался вертикально вверх, а не шел по наклонной траектории, при этом четко был виден огненный хвост. Что на самом деле это было, знали только люди, обслуживающие полигон Ангара и руководство страны. С объекта под Плесецком был запущен первый орбитальный спутник военного назначения. Режим секретности соблюдался безупречно, поэтому старт и вывод космического аппарата на геостационарную орбиту Земли никто не засек. А значит, место нового северного космодрома осталось нераскрытым. Военные были уверены в этом на все 100%. Но в строго соблюдаемый режим тайны вокруг загадочного северного космодрома в Архангельской области внезапно вмешался случай. Пуск секретной ракеты в космос состоялся в 13 часов 28 минут по московскому времени. По Гринвичу это 11 часов 28 минут. Именно в это время в небольшом английском городке Катеринг преподаватель физики в местной гимназии по имени Джеффри Перри сидел у самодельной радиоаппаратуры и ловил сигналы из космоса. Это было его любимым занятием. Многие радиолюбители в эпоху начала освоения околоземной орбиты с азартом следили за стартами космических аппаратов и даже пытались перехватывать переговоры космонавтов с центрами управления полетами. То есть возникали вот такие вот частные какие-то домашние кружки объединения некоторых вот людей, помешанных, например, на радиоигре, на радиосвязях каких-то, вообще на радиоприемниках. То есть то, что у нас прошло по линии Досаафа, Савиахима, где-то в начале 30-х, в конце 30-х и в 40-х, и дальше уже в 50-х годах почему-то вот, можно сказать, что от нас, потому что мы были инициаторами этого по времени, перенеслась в Западную Европу. У Перри уже был достаточный опыт в слежении за космическими стартами. Он умел с большой долей точности определять, откуда был произведен пуск. Учитель Кеттерингской гимназии просто фиксировал радиосигналы, отраженные от космического аппарата, и по ним вычислял траекторию. 17 марта 1966 года Джеффри Перри сел к своей радиоаппаратуре безо всякой надежды обнаружить что-то необычное. Просто дежурное включение. И вдруг он начинает слышать сигнал. Опытного радиолюбителя провести было невозможно. Сигнал издавал спутник, которого раньше на орбите не было. Когда Перри стал вычислять траекторию полета, то пришел в недоумение. Космический аппарат не был запущен с уже широко известного космодрома Байконур в Казахстане. 14 октября того же 1966 года учитель физики обнаружил на орбите еще один новый спутник с несвойственным для старта в Байконуре наклоном орбиты. Далее нехитрый анализ позволил Перри вычислить точное расположение загадочного космодрома к югу от Архангельска. Таким образом, эта информация попала совершенно случайно, минуя какие бы то ни было разведывательные инстанции, попала, например, в журнал Flight International, который, естественно, распространялся по всему свету. И ошарашенные американцы увидели там статью о том, что какие-то странные объекты запускаются у нас с северо-запада Советского Союза. Получается, что секрет таинственного объекта ангара под Плесецком ни одна из иностранных разведок так и не смогла раскрыть. И если бы не случай с радиолюбителем из Англии, то тайна Советского Северного космодрома еще долго была бы за семью печатями. В нашей стране про Плесецк вообще узнали только спустя четверть века после того, как в далекой Архангельской тайге начали строить ракетный старт. Да и сейчас, когда все события, связанные с космосом, достаточно подробно освещаются средствами массовой информации, наш Северный космодром продолжает считаться одним из самых загадочных военных объектов на Земле.